Ну вот и дошла очередь до второй модификации заслужившей гордое звание отдельной игры в лице пиратского рынка дисков. Или рынка пиратских дисков, и так и так правильно. Можно, конечно, сколько угодно ерничать по поводу реалити-хлет, смеяться над нелепыми переводами всяких фаргусов и символфов, и это будет справедливо. Однако следует признать, именно благодаря усилиям веселого Роджера мы смогли ознакомиться со многими шедеврами, в том числе теми, что делали сами фанаты. Я уже рассказал вам про мод Lady Jedi, и какими бы нелепыми не были некоторые аспекты этой игры, все же я вынужден большим удивлением для себя, между прочим, признать, что он получил удовольствие от ее прохождения, тем более на фоне Явина. Это, конечно, субъективные ощущения, но в целом разве это удивительно для шикарной механики Jedi Outcast? Если на этой закваске сделать мод, где просто нужно будет бегать по карте и мочить врагов без сюжета и прочего, это уже ведь будет шикарно. Я даже, кстати, много времени за подобным модом когда-то провел, вот еще бы вспомнить его название и найти бы его. Там какая-то имперская карта, играешь ты за катар, но сначала появляется по одному возрожденный, потом по несколько в конце тавион и десант. Ну, в общем, именно так я и думал, что можно что угодно сделать на этом движке и будет шикарно, пока не поиграл в Escape Yavin 4. Минутка ликбеза. Yavin 4 это, собственно, четвертый спутник Явина, поэтому он и Yavin 4. На нем находится древний храм Масаси, который стал в итоге новой академией джедаев постимперского периода. Это я к тому, что буду просто называть это Явином, хорошо? Для удобства. Кроме того, я думаю, вы понимаете, что джедаи ауткаста и джедаи академию я считаю за одну игру. По факту, конечно, да, это две разные игры, движок был усовершенствован, но в целом они похожи друг на друга как две капли воды и обе до безумия шикарны. Поэтому я часто их отождествляю. Если что, просто примите это к сведению. Ну так вот, как вы знаете, механики академии претерпели некоторые изменения в лучшую сторону в сравнении с ауткастом. Поэтому, по идее, побег с Явина должен быть во много раз интереснее, чем леди джедаи. Да и тем более, что модификация очень популярна была в те годы. Как я уже не раз, наверное, сказал. Да. Однако выяснилось, что все-таки недостаточно сделать по минимуму, чтобы мод был интересным. Если коротко и сразу, то мой вердикт таков. Escape Явин это довольно посредственная модификация, заслужившая славу лишь разноцветными вычурными клинками и больше на самом-то деле ничем. Геймдизайнерски убогая, несбалансированная, растянутая, во всем проигрывающая той же леди джедай. Это, выражаясь культурно. Выражаясь же, как я привык, Escape Явин 4 это полная хренота, играть в которую невозможно, несмотря на всей шикарной механики оригинала. В отличие от. И я даже не удивлен. Когда-то давно я проходил и леди, и побег. Но если леди я прошел, тот побег даже не помню на самом деле. Этот мод не отложился в моей памяти совершенно. И мне было очень любопытно узнать, почему спустя практически 20 лет. Узнал. Спешу поделиться. В общем-то, давайте еще раз повторю. Как и мод про приключения Машки Водопадовой, да, леди джедай, Escape Явин это любительская модификация к оригинальной студии LucasArts, не имеющей никакого отношения к сущей радости самой студии, полагаю. Разработали ее на западе. Это важный аспект, раз уж леди джедай и нашинская поделка. Его, знаешь, прям гордость берет за наших ребят в ушанках. Побег во всем проигрывает джедайки. Если взглянуть на общую картину, то над леди старались. Это ключевое слово. Да, получилось далеко не везде ровно. Левел дизайн местами просто от ас. Но, но, знаете, в побеге, судя по тем же аспектам, не старались вообще. В принципе, вот давайте подумаем, чем могут похвастаться оба мода. Джедайка брала тем, что там новый персонаж. Кстати, модельки перепутали. Мы играем за Мариэль Ватерфолл с моделькой Мара Джейд. А Мара Джейд выглядит, ну, так, как должна была, наверное, выглядеть Мариэль Ватерфолл. Вот такие вот дела. Ну так вот, персонаж новый, теперь это женщина. И это, кстати, важный аспект смены пола, на самом-то деле, особенно в том возрасте. Мод также брал тем, что там была придумана неплохая, на самом-то деле, история. Альтернативка для третьего эпизода и для вселенной. А в то время, когда третьего эпизода еще не было и до выхода было года три, это тоже было, между прочим, важно для фанатов вселенной. Чем берет эскейп Явин? Световыми мечами. Ну, ну ладно, вот признайтесь, те, кто играл. Вот вы можете, положа руку на сердце, вспомнить об этой модификации хоть что-нибудь, кроме вычурных мечей? Сомневаюсь, потому что там, в общем-то, ничего больше нет. История? Ну, завязка любопытная, конечно, но если в джедайке видно, что разработчики хотя бы знают лор, то в сюжете побега чушь на чушь и маразм на маразме, и при том, как в сюжете, так и в бэке. Вам не нравилась скудная постановка сцен в джедайке? О, в побеге она вообще никакая. Стоит, значит, истукан, открывает рот по таймингу, слупоко. Вам было больно смотреть на левел-дизайн джедайки? О, тогда рыдайте от левел-дизайна Явина. Игру вообще порой пройти невозможно из-за него. А помните тот шикарнейший уровень в борделе? Что же этому может противопоставить Явин 4? Ну как, что? Сабельки ж крутые. Че еще-то? Уровень проработки Леди Джеди после такого кажется шикарным со всеми этими пасхалками и вариативностью. В эскейпе ничего из этого нет даже в помине. Зато и световые мечи крутые. А, че тебе еще надо-то, да, для полного счастья, мой дорогой друг? Вот в них-то на самом деле все и дело. Мы тогда были мелкие. Нам плевать особо-то было на логику, на лор, на сюжеты. Нам бы, знаете, мечами помахать. А тут, гля, и какие мечи-то прям и такие, и сякие. Ну прям, ух, дайте два. Ну и по итогу это просто невероятно, что этот мод поставили на одну полку с Леди Джедай и другими модами вроде Вилд Форс или Коммуникейшн Форс или как они там правильно вообще зовутся. Играть в эту хрень было просто больно. И было, и, собственно говоря, есть. Но я сделал это за вас, поэтому вам не обязательно. И сейчас все, что знаю, вот прям вот выложу. В общем, начинает все за здравие. Мод позиционируется как продолжение оригинальной истории Джейдена Корра. Притом, за концовку выбрана именно темная сторона. И хоть по канону Джейден Корр это мужчина, как и Шепард, я решил еще один раз побыть Леди Джедай. Девушки, успокойтесь. Да, Джейден мужчина. Зато у вас есть Митро Сурик. С кем я разговариваю? Так, голоса в голове, помолчите, пожалуйста. Я обзор записываю, а? Так вот, при выборе темной стороны Джейден побеждает Кайла Катарна и сбегает со скипетром Рагнаса на Звездном Разрушителе. Оказывается, если верить моду, недолго музыка играла, недолго Джейден танцевал. В дудной и перезатянутой, перетянутой натянутой заставке нам показывают, как к некому Келдору-переростку подходит, значит, Дарт Молл и какая-то сучка. И он такой «Найти джедая и забрать скиптер». В следующей сценке Джейдену устраивают темную в подворотне. Гоп-стоп такой, знаете, толпа резиновых морд. Скипетер сперли, меч забрали, джедая посадили. Пара-парам-пам. Пиу! И Келдор такой «фак, еее». Хочу, кстати, заметить, что русских субтитров тут нет. Тут вообще нет никаких субтитров, так что мне трудно было понять, что толдычит эти шпрахензе дойчи. Однако, кое-что все же я понял. Чай Базалму, Лондон из-за Кэпиталов, заиграет Бриттен, обучен. И там такое нагромождение чуши, что сразу становится понятно. Субтитры здесь не нужны, я не хочу этим марать свой мозг. Заметка вторая. В сценке видно, как ситхи пытались опередить друг друга, используя прыжки. Это, правда, отличные приемы, чтобы показать динамику и, скажем так, живость, живость, да, общей картины. Бледель-джедайки, к примеру, такое часто встречалось. Я бы даже сказал постоянно, я об этом уже рассказывал. В чем же беда? Ну, наверное, в том, что это первый и последний подобный момент. Режиссура у заставок здесь неплохая. Нет, она отсутствует в принципе. Я не просто так постоянно сравниваю Явин с джедайкой. Ну, не с оригинальной же игрой сравнивать, верно? Она-то на высоте. Просто Леди Джедай, если смотреть объективно, довольно слабый мод, который при желании ничего не стоит разнести. Но если особо не разбегаться для пинка, то, в принципе, это более чем достойная играбельная поделка. В отличие от Явина, который, ну, от совсем никакой, даже в сравнении с посредственным модом Леди Джедай. Там хоть пытались какие-то, не знаю, ракурсы менять, да и, в принципе, персонаж был как таковой. Здесь же нас будто бы не существует. Нас никогда не показывают со стороны, и все NPC общаются с нами методом стояния на месте и изображения, открывающей рот рыбы. Это очень уныло. И очень затянуто. Озвучка здесь такая же хреновая, как и в Леди Джеди, только на языке Валенора. Вот, собственно говоря, вся разница. Такая же актерская игра, такие же пердящие микрофоны, все по перкоду. Но вернемся к нашим баранам. Со старта игры предлагает выбрать внешность, тип клинка, пока только из оригинальных. И вообще странно, игра использует множество новых моделей врагов, но вот добавить вариантов внешности протагониста, видимо, постеснялись. Ну то ладно. Короче, сюжет. Забрав, значит, скипетр, ситхи озверели прям в корягу. Вот, значит, они врываются в помещение и начинают кутить, нападая на несопротивляющихся совершенных джедаев-республиканцев. Ну то есть реально несопротивляющихся. Они просто стоят и ждут, пока их добьют по скрипту. Происходит это... М-да, не быстро. Пол чашечки чая можно выдать через соломинку. Я сейчас серьезно. Потом, значит, могущественные ситхи взрывают пять квадратных каменных планет. Ох, господи, какая мощь! Галя, пакуй звезду смерти, мы переезжаем! А тем временем, видимо, на Явине 4 с какого-то перепугу сидим мы такие на зоне шарики катаем. Откуда на Явине тюрьма, спросите вы, а я-то откуда знаю, я что ли мод делал? Как вдруг слышим некий ментальный зов. Ох, кто же это? Какой-нибудь мощный джедай с нами связался? Или, может быть, ктулху? Не совсем. Это... Это Мон Мотма. Нет, не персонаж с фигуркой Мон Мотмой, что, в принципе, нормально для любого модела. Нет. Это именно Мон Мотма, который сообщает, мол, что «Это я, твоя королева». Ну, во-первых, Мон Мотма не королева и никогда ей не была, она сенатор. Во-вторых, она неодаренная и не может связываться с кем-либо ментально. Даже не каждый могучий джедай так может, коль на то пошло. В-третьих, объясните мне, дураку, из какого ордена эти желтые космодесантники. Попящие грифоны? Что это за нелепая моделька? Ну, правда. Знаю, о чем вы подумали. В «Леди Джедай», на которую я постоянно ссылаюсь, тоже отсебятина. Да. Но там отсебятина немножко все-таки другая. Там авторы придумывали историю, но опирались они на существующий лор. Там, к примеру, сказали, что Дарт Сидиус воевал с Республикой во главе Империи. Это фанфик. Так как подробностей о приказе 66 тогда еще не было. А здесь именно нарушается лор. Плохо ли это? Ну, вообще-то да. Хотелось бы, знаете ли, внятную историю. И не нужно мне говорить, что, мол, тут чисто про бои. Они здесь тоже сделаны очень криво. Ну и, значит, сидим мы такие сидим, как вдруг один из охранников, видимо, поссал на трансформатор, или я вообще не знаю, что там произошло, но базу начинает бомбить, и наша клетка открывается. Я думаю, отличным моментом, как бы ставящим точку в рассуждениях о лоре, и, в принципе, наверное, здравом смысле, является момент выхода из темницы. Стоящий напротив нас культист Рагнаса, повинующийся стандартному оригинальному скрипту встречи с Джейденом, спрашивает нас «Хуаю?» «От хуаю слышу», отвечаем мы, и начинаем побег с Явина. Я знаю, что это так совпало, но, согласитесь, это шикарно. Действительно, ты вообще кто? Извините, камера ошибся, наверное. Кстати, строго говоря, никакого Явина в игре нет. Это все что угодно, только не Явин. Я бы мог сказать, что по доброй традиции мододелов уровни, взятые из оригинала, ла-ла-ла, но, но, знаете ли, та же Леди Джедай, к примеру, показывая Академию Джедаев, использовала именно модель Академии Джедаев, а не солянку из разных уровней, да и не стеснялась выкатывать свои карты. Да, они выглядели довольно-таки убого, но то, что в Эскейпе, выглядит еще более убого. Это просто, знаете, гоголь-моголь из всего, что было в Академии Джедаев, как в каком-то, не знаю, сне, что ли. Тут и элементы космических кораблей, Явиной, Корибана, и вообще всего, чего только душа пожелает, и все это перемешано в такую, знаете, яичницу. А еще здесь отвратительный левел-дизайн. Мало того, что он неинтуитивный, вот вообще ни разу, уровни проектировали будто бы методом тяп-ляп, не руководствуясь никакой логикой и логистикой. Так еще и выполнено все настолько отвратно, что эсцетствующие подаваны дружно бросились блевать в тазик. Вопрос, куда, сука, идти, стоит перед тобой перманентно. Вообще, куда, сука, идти, это официальный спонсор модификации. Если вдруг ты знаешь, куда идти, значит, ты не знаешь, как туда идти, потому что вон тебе дверь, к примеру, иди туда. А как, кричишь ты в вакуум, пошел нахуй, отвечает тебе из вакуума, и мы, собственно говоря, идем. А что делать? Это трудно описать словами, знаете, вот насколько тут все какое-то неуклюже, нелепое, неочевидное, угловатое, некрасивое. Я прям сейчас как Канекин Скайуокер, который описывает песок. На самом деле это сильно отбивает желание играть. Тут этому моменту на руку работают еще три пункта. Первый это список задач. Да, он переведен на наш с вами родной мордорский язык, но, знаете, легче от этого не становится, скорее уж наоборот сложнее. Найдите слабое место гидравлической системы, уничтожив его, проникнете через дренаж гидравлики в рубку кабинопомещения. Да твою ж мать, просто скажи вам вот туда, блядь, неужели это так сложно? Второй момент. Левел-дизайнерские баги. Есть мелкие, к примеру, можно застрять в камнях, не знаю, в дверном проеме. Это здесь вообще такая местная олимпиада. Есть общие недочеты. Вот, скажем, видно же, что здесь вот дыра, и по идее можно в нее проползти к цели, но нет, там невидимая стена. Тут самое время сказать «Я толстая». А есть недочеты, которые мешают пройти игру в принципе. К примеру, ты можешь попасть в местность, из которой не выбраться прежним ходом, но ты попал туда слишком рано, хотя и без уловок и читов, и проход дальше просто не открыт. Все, загружайся, если есть чем. И все это на фоне висящих в воздухе деревьев, скал, неочевидных моментов, типа, чтобы пройти дальше, нужно взорвать стену. Нет, не заложить взрывчатку, а именно сломать мечом стену пещеры. Вы серьезно? А уж какие здесь прекрасные прыжки из-под воды. Да, когда тебя заставляет выпрыгивать из резервуара. В общем, вы вспомните все матерные слова этого мира, я гарантирую, даже те, которых никогда не знали. Даже монашка тут материться начнет, ну честно. Или вот еще один перформанс. Открывается дверь, а за ней ОГО! Стена! Ну нихуешь себе! Добираться до цели часто необходимо не по нормальным дорожкам, а прыжками по уступчикам. Нет, не по уступам, а по крошечным уступчикам. В оригинале это считалось не то чтобы прям багом, скорее, недосмотром. Особенностью движка, что, например, на стене вот петит картина, и эта картина технически выпирает, так что на нее можно встать. Даже если она выпирает совсем чуть-чуть, физики этого хватает. Но геймдизайн оригинала не использовал такого, а тут это в порядке вещи. Здесь авторы предлагают именно так и шуровать по местности. Стоит ли вообще напоминать, что прыжки на этом движке та еще жопа, и мы с вами в эту жопу попали, детишки. Ну ладно, хорошо, я попал, вы нет. Хотя, вы же все равно мне не поверите и пойдете проверять. Так что, добро пожаловать! Из плюсов левел-дизайна могу отметить то, что часто из окна первого уровня видно второй и наоборот. Смотришь через дырку, опачки, так я же там только что был. Хоть и маленький, но плюс. В игре присутствует бэктрекинг, но присутствует со вкусом. То есть, например, по этой базе мы уже ходили, но теперь она вся раздолбана, тут все горит, взрывается, так что все же она уже немножко другая. Хотя, опять же, часто здесь очень странно поставлены задачи. Открой эту дверь, говорят нам. Вот тут четыре замка. Открой все четыре и пройди. Окей, хорошо. Я открыл три из четырех замков. Нечаянно прохожу в дверь рядом с той дверью, думая, что там, ну, продолжение уровня, и загрузка нового уровня. И нет, сюда мы больше не вернемся. Про эту дверь мы даже не вспомним. И так довольно часто. Зачем это нужно было делать? Я подозреваю, зачем. Помните, я говорил про мечи? О, да! Мечей тут до хрена. Всяких чудных клинков, глядя на которые Кайло Рен нервно сглатывает. Ржали над мечом с гардой? Ну так вот вам целый набор умопомрачительных световых мечей с Алиэкспресса. И такие, и сякие, и эти, и те, и ты, и я, и хлеб. Вы только гляньте. Беда в том, что я, как последний дебил, бегал с обычными мечами, выжидая, когда ж мне уже выдадут необычные. Как оказалось, судя по тем огрызкам информации, что я нашел в итоге на ютубе, такие нелепые мечи выдают в каких-то секретных комнатах или на секретных уровнях или еще черт знает где. Захерись! А нахрена тогда вы мне это преподносите как фишку, если можно спокойно мимо этой фишки пройти с криком «Ау, фишка, а ты где?» И левел-дизайн этому способствует как раз. Тут выход с уровня найти это целый атас, что уж говорить про какие-то, не знаю, тайные комнаты с Василийскими, ну серьезно. Вот и ходил я как лох с обычными мечами, облизываясь на те световые мухобойки, которыми крутили вражины. Хотя, если честно, я без смеха на это смотреть не мог. Уже подрос с тех пор немножко. Это, конечно, песец полный. И все это затянуто в целлофановый пакет, который тут символизирует сюжет. Наши навыки за годы заточения увяли. Поэтому они традиционно будут восстанавливаться со временем. Зато мы тут не одни такие сидим с нами, чалятся наши братки. Какие еще братки? Судя по моделькам, джедаи. Погоди, мы же перешли на темную сторону, скажете вы. А я отвечу, вы серьезно? Ищите здесь логику? Короче, этих гавриков можно освобождать, но они совершенно бесполезны и скорее даже мешают. Дело в том, что у них-то клинков нет и силой они тоже пользоваться не умеют. Все, что они могут, это замордовать толпой в рукопашную и в рот мне ноги. И это иногда случается. Но именно, что иногда. В остальном они обуза, мешающая пройти по этим коридорам, широким, как мышление местных дизайнеров уровней. Кстати, мы тут встречаем живого Роша. Нет, не спрашивайте, молчите, его все равно потом скоро убьют на эти нелепы, так что просто забудьте про него, как про страшный сон. Вот. А еще здесь замечательные джавы со световыми мечами и втрое больше них самих. И еще тут есть ящерицы с пулеметами. Я же говорил, не спрашивайте. Сидите и слушайте, чего вы какие, прям я не знаю. И тут ты, мой дорогой зритель, очнувшись от этого бреда, наверняка спросишь, эй, ты, как тебя там? Ну, неужели вообще нет ничего запоминающегося в местном сюжете? Ну, есть. В начале второго уровня вот у этой вот девки отлично просматриваются ореолы сосков. Это ли не прелесть? Что? Вам этого мало? Хорошо. Вот сценка, где джедай подходит к Мон Мотме с поднятыми кулаками. Если честно, я ждал, что он сейчас по морде ей даст. Но нет. Однако смотрится забавно, согласитесь. Ну и опять же космодесантники рядом наверняка варят шикарный суп. Кстати, время от времени мы будем встречать в плену их и других братух ни одной сестрицы, к слову. Но освободить их нельзя. Взаимодействовать тоже с ними нельзя. Короче, зачем они здесь нужны не ясно. Декорация. А еще, еще по мне несколько раз стрелял никто. Нет, не никто не стрелял, а именно стрелял никто. То есть никого нет, силы никто не прощупывается, а стрельба идет. Велико здесь темной стороны могущества. Вообще, баги здесь напомню частое явление. Если решитесь играть зачем-то, сохраняйтесь в отдельную ячейку почаще. Это чудо еще и вылетать довольно-таки часто любит. Я чувствую ваш гнев. Я ощущаю его в силе. У вас буквально бурлит ненависть. Вы так и жаждете сказать мне «Ебать ты дошнила! Это же игра про бои! Че-то прикопался!» О, про бои? Хм, извинить, не нашел на кучу мусора алмаз. Ой, нет, нашел. Сейчас расскажу про бои. Бои, сука, должны быть сбалансированы. А тут ни о каком балансе речи нет. На тебя вываливают огромную толпу врагов, спавнят их буквально у тебя за спиной. Количество мечников и, в принципе, одаренных, а также ракетчиков, гранадиров, в общем, всех, кто умеет доставлять проблемы, тут зашкаливает. Я бы даже сказал зашкваривает. Потому что где херовый левел дизайн, там что? Правильно, там узкие коридоры. Теперь мы знаем, чем вдохновлялся Миядзаки, когда создавал Demon's Souls, верно? Этот мод нужно было бы назвать не побег с яви на 4, а побег из анального отверстия. Вы только посмотрите на это. Я попробую подобрать нужные футажи, но в целом просто следите за происходящим. Тут постоянно какой-то проход шириной с гроб, и в нем стоят по 2-3 врага, и еще столько же спавнится за спиной. Это типа здесь считается хардкором. Да, такой вот хардкор по-васянски. Не сражаться, не передвигаться по этому кишечнику нет никакого желания, я вас уверяю. Впрочем, открытые уровни здесь тоже не лучшие. Зато, зато сражение с миллионом ситхов одновременно здесь происходит под шикарный саундтрек, который ты, видимо, должен напеть себе сам, ибо что в заставках, что на марше, что в бою саундтрек не звучит. Вообще. Ну, то есть, он иногда включается, будто пьяного Джона Уильямса под столом ногой нечаянно пнули, и он так проснулся и дал жару. Но очень скоро он снова ляжет спать. Большую часть времени ты сражаешься в тишине. Иногда здесь случаются сюжетные массовые зарубы под дуэль судеб, ну, почти под нее, под саунд из первого эпизода, короче. Ты спускаешься с роша в толпу врагов, и начинается заруба. Минуты аж на целых две или даже три, и дальше снова тишина скукота. Однако, стоит признать, обновленные звуки световых мечей действительно подкупают. Вот прям без всяких но. Однако, этого, конечно же, недостаточно для создания положительного впечатления о моде. Все эти толпы врагов не дают никакого челленджа. Вот этот вот сельский хардкор, типа, мы тебя сейчас поместим на жердочку, с обеих сторон поставим по врагу, еще у тебя будут с четырех сторон обстреливать ракетометчики, а жердочка ты еще и ломается, а ты на пропасти и попробуй только сказать, что это маразм, мигом зачислим тебя в казуалы. Знаете, что идите вы нахуй с таким хардкором, в магазин так хотите, ей богу. Толпа врагов просто давит тебя числом, но она все такая же тупая, не преследует, достревает в проходах, да и за геометрией уровней не способна даже внятно перемещаться по нему и противники сами часто становятся жертвами окружения. Поэтому я, конечно же, очень уважаю нынешнюю моду любого гульмана оправдывать неким хардкором, но, знаете, было бы разумнее признать, что Escape Yavin 4 просто самая настоящая срань от мира мододелов. И какого хрена я потратил на нее столько времени тайна века? Знаете, как для меня закончились похождения? Помните, я говорил, что можно попасть в помещение, из которого не выбраться обычно путем, так как проход дальше открывается из другой комнаты, а вернуться ты не можешь? Вот я и попал в такую ситуацию. Про кухареков минут 20 я полез на ютуб искать прохождение и понял, что садомитов, проходящих это очень мало, а тех, кто при этом еще и не тараторит, не шепелявит и умеет хоть как-то внятно излагать мысли и того меньше. И, короче, на вопрос, как пройти дальше, ответ примерно такой «Выключай игру, дебил». Ну и именно так, в общем, я и сделал. Хватит с меня, я свое отмучился. Полагаю, этим я искупил все свои грехи. За то, что называл Атре Артеем, за то, что назвал гоплитов галпитами, за то, что редко делаю ролики по Гарри Поттеру. Вот за все эти грехи я ответил. Я искупил их и со спокойной душой отправляюсь играть в нормальные игры. Если кому-то мало было сказанного и нужен краткий вывод в конце, то вот он. Escape Yavin 4 это Гульман от Мира Модостроения. Не тратьте время на эту хрень. Хотите поиграть в мод на Ауткаст? Поиграйте в Леди Джедай. Хотите поностальгировать? Лучше помастурбируйте. Уверяю, это и быстрее, и приятнее. Вот на этой вот счастливой ноте и закончим. Все, расходимся. Субтитры сделал DimaTorzok